Пересечение границы станет дороже. Уже с января этого года ожидание времени пересечения границы на площадке Трансервис-Н в Нарве для легковых автомобилей подорожает с 2 до 3 евро. Что касается грузовиков, автобусов и мотоциклов, цена пока останется прежней. По словам исполнительного директора Трансервис-Н Андруса Тама, необходимость повысить плату за услугу ожидания объясняется тем, что основная масса грузовиков теперь стоит в Силамяе и через зону ожидания в Трансервис-Н не проходит. В среднем каждый день через площадку ожидания Трансервис-Н проходит около 500 легковых автомобилей. Помимо увеличения стоимости услуги ожидания, фирме пришлось сократить почти половину сотрудников. На сегодняшний день в фирме работает 40 человек. По словам Тама, в скором времени фирме пройдет еще одна волна сокращения для восстановления оборотов фирмы. По сообщению Андруса Тама, новые тарифы пока не действуют, но только, как их утвердят в Министерстве внутренних дел, они вступят в Силу, то есть в середине января. Кроме Трансервис-Н цену поднимает и фирма ГИРФ, которая повышает на 10 центов плату за бронирование очереди. Плата составит 1 евро 10 центов. Вы знаете, я вам скажу, что для петербургских туристов, конечно, оплата границы – это значимый фактор, но будет 2 евро или 3 евро – это не самое главное, потому что мы приезжаем в дружественную страну Эстонию для того, чтобы приятно провести время. И для нас самое главное, чтобы на границе не было очередей, чтобы была возможность хорошо проходить границу и не создавать проблем ни себе, не пограничникам. Поэтому повышение цены на 1 или 1,5 евро или даже на 2, на мой взгляд, это не самая большая проблема. Главное, чтобы было проще. Вы знаете, для тех людей, которые едут в первый раз, как вы понимаете, большой проблемой становится существование так называемого отстойника, хотя здесь его называют по-другому, но тем не менее люди приезжают на границу и узнают, что они не могут просто так взять и встать здесь в очередь, они должны ехать в какое-то специальное место, а потом оказывается, что они должны были заказывать заранее для того, чтобы проехать без проблем. Вот все это создает путаницу, суматоху, лишние проблемы, без которых бы хотелось вообще всем этим заниматься. К сожалению, большой поток туристов едут в Финляндию, а не в Эстонию, в том числе из-за этой проблемы. Я считаю, что могу это пережить, лишь бы было удобно пересекать границу. Я езжу довольно часто, потому что у меня вся семья тут, мама, тетушки, все пожилые, надо часто приезжать к ним. Ну, я думаю, что в любом случае назад уже пути нет. Конечно, плохо, что стоимость дорожает, но в любом случае есть какие-то удобные моменты в плане пересечения границы, что не нужно стоять в очереди очень много часов. Возмущение нет границ. Дело даже не в этом евро, хотя это тоже большие деньги, а дело в том, что это беспредел. Это просто беспредел. И я думаю, что я выражаю мнение многих, говоря об этом. Это будет продолжаться, наверное, с периодичностью в полгода будет подвышаться цены. Поэтому мы ездим часто, у нас родственники живут, и для нас, например, это деньги.